Кто это написал? Это пьеса. Блин, я вообще не знаю. Этот мужик, он написал также Тарас Бульбу. Тарас Бульбу. Тарас Бульбу. Это школьная программа, братья. Кто написал Ревизор? 18 лет. Да, Ревизор. Кто написал Ревизор? Кто, Пушкин? Нет, не Пушкин. А река течет, а река течет. Внимание, вопрос. Всех я приветствую, всем здорово. Меня зовут Джек, и это ваш очень любимый канал, который называется Негодяй ТВ. Что хотел-то я сказать? Все из башки вылетело. Снимает меня Димон. Димон, давай ты всем что-нибудь скажешь. Всем привет! Всем привет! Уру! Как какое-то начало так себе, да? Ладно, 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 ладно. В чем заключается это ток-шоу? А ток-шоу, это правильно говорить ток-шоу? Ну, конечно. А что значит ток? Когда бьет ток. Можно вас, пожалуйста, молодой человек? Как вас зовут? Антон. Антон Гусар, правильно я понимаю? Антон Гусар, да. У вас баня есть? Есть баня. На колесах? На колесах. Ток, что значит ток? Ток-шоу. Почему ток-шоу, говорят? Не знаю, ты придумал ток-шоу. Я не знаю, что такое ток-шоу. Ну ладно, спасибо. В чем заключается сие мероприятие? Я хожу вот так вот, или стою на одном месте, проходят люди мимо. Я говорю, здравствуйте, люди дорогие, а можно с вами познакомиться? Мы знакомимся, разговариваем о том, о сём. А потом, в качестве доброй воли, так можно же выразиться, правильно? Я говорю, а давайте поучаствуем в ток-шоу, которое называется «Вопросы за бабосы». Я задаю вопросы. Они разные. Плачут за них бабосы. Антон, можно вас на секундочку? Вот сегодня познакомился с человеком Антоном. Антон, между прочим, смотрит мои видосы. И он мне написал в Инстаграме. И мы с ним встретились, посидели в Гастагане, я выпил чашечку чая. 200 рублей, между прочим. Да? Да. Тебе должен я? Да, нет. На карту, да, переведу? Я думаю, что я способен тебя угостить чайку. А вдруг ты сейчас бабосов-то сорвёшь? Мало ли. Я говорю, так давай, Антох, поучаствуешь в рубрике, а он говорит, а у меня жена учительница. Вопрос номер один для тебя. Хотя, сколько тебе лет-то для начала, скажи? 34. Выглядишь на 37. Для вас, дорогие мои любимые подписчики, мы вставляем вставку «Are you ready?». Понимаешь, о чём идет разговор? Разумеется. Сколько надо сделать разрезов, чтобы разделить колбаску на шесть кусков? Стоп. Некоторые вопросы пишите именно вы мне. Спасибо вам, что вы пишете мне вопросы, которые я могу задавать. На четыре? Те люди, которые написали мне этот вопрос, не написали мне ответ. Поэтому мне пришлось самому разделять колбаску на шесть кусков. Я это сделал. Ты взял тесак в руки. Есть колбаска. Пять же. Как жену зовут? Марина. Марина. Сидит и краснеет его сейчас за Антона. Почему Антон Гусар написан у тебя в инстаграме? Потому что фамилия у меня такая. Гусаров? Гусар. Хорошо. Вопрос номер два. Это правильно такой? Да пять. Ну, скорее всего, пять. Я так тоже подумал, посидел так, пам-пам-пам, пять. Да, все, пять. Все четко. Кто написал граф Монте-Кристо? Не имею понятия. Серьезно? Ну, это же очень простой вопрос. Ну, да. Я только на сложные вопросы могу отвечать. Они будут дальше, да, я так понимаю? Граф Монте-Кристо. Я не знаю, Жека. Серьезно. Ты не смотрел кино? Не. Не читал? Нет, вообще не знаю, кто это. Три мушкетера. Три мушкетера. Слушай, сейчас, подожди. Знаешь, все так сейчас. Постаю, постою, потуплю и, возможно, даже отвечу. Пока. Держи вот это, отвечай. Я не одену. Ты бы тоже одел, не знаю, капюшон. Капюшон, да. Да бак же ведь. Дюма, может быть. А Дюма? Сейчас 4 градуса, вроде бы и тепло, а на самом-то деле. Ветерок. Да, Санкт-Петербургской. Сложные манипуляции с варежками. Музыкальная. А, музыкальная. Тебе нравится музыкальная, да? Облако над речкой уклубят. Помню, в день гороховый из-под кобылицы взял тебя жеребенком крохотным. Норовил за палец укусить, все козлил да взбрыкивал. Понял я тогда, друзьями быть нам с тобою выпало. И с тех пор стало тесно мне в доме моем. Я не знаю. Я не знаю эту песню. Я даже не знаю, кто поет. На гитаре. Понятно, что на гитаре. Мотив такой гитарный. Не знаю, подсказывай. Налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь. Ведь мне ее делить не с кем. Из холода. Аллеи. Да разумбаум. Топали. Разумбаум. Конечно, знаю. Ты знал. Нечто действующее противоположным образом. Нечто действующее противоположным образом. Хрена узнает. Противоядие. Если взять тот же кинематограф, это будет соперник главного героя. Если взять, например, физкультуру, это будет та мышца, которая будет противоположна той мышце, которая должна сгибаться в правильном направлении. А она будет направлена в другом направлении с направлением в другую сторону. Ха! Ты завернул. Ну. Ты сейчас не помог, если что. Ты сейчас усугубил. Да? Да. Ну ладно. Я это слово услышал от своих пацанов, которые иногда занимаются тем, что тренируют мышцы. И они говорят, сейчас ты будешь качать вот эту мышцу. Мышцу. Антагонист какую-нибудь там. Что? Антагонист. Нет. Другая история. Да вот именно эта история есть. Весело тебе? Да. Довольно. Ты смотришь вот это, всю эту хрень в ютубе. А как участвовать, как расскажешь? Слушай, ну, смотреть вообще по кайфу. На самом деле, а участвовать, ну... Так себе, да? Не то, что так себе, другие. То есть дома реально вроде как что-то знаешь, тут стоишь, тупишь. Знаешь, такой вроде вопрос простой, а стоишь, тупишь. А уже замерзли ручишки. А, последний вопрос. Правая рука. Правая рука. Да. Что? Взять. Конечно. Я одену. Одиную перчатку не могу. Конечно. Тогда я чуть без руки не остался. Думал, уже все нужно будет вести, оттяпывать. Правая рука. Я же два вопроса. По-другому назови. Правая рука. На Руси так называли правую руку. А может быть, тех людей, которые были правой рукой. В одном известном сериале, который, честно говоря, мне так себе, тоже была такая правая рука. И ему дали эту должность. Он был правой рукой короля. И действительно, я почитал, на Руси так называли правую руку. Даже рядом нету мыслей. И снова, и снова нету рядом мыслей. Я-то, честно говоря, офигел, когда об этом узнал. Да нет, не то, чтобы я офигел. Я просто об этом не знал. Рука директор там, рука замдиректора. Я не знаю. Как-нибудь. Кто может быть у короля? У короля? Да. Ты смотрел этот фильм, как это его называют? Там, где идут зима близко. Рука фиг какой-нибудь. Зима близко. Что за зима близко? Игра престолов. Игра престолов. Смотрел? Димон все знает. Смотрел Игру престолов? Нет. Честно. Вот Игру престолов вообще ни разу не смотрел. Опа, пятый вопрос. Правая сложная. Про правую руку, конечно. Я думал, что когда я подскажу про Игру престолов, это будет крутая подсказка, и здесь вообще прокатит. Нет, тут... Я не знаю. Могу только что-то там гадать, кто есть у короля. Кто есть у короля. Ну, это у короля это было в Игре престолов, если честно. А, ну все. Так действительно называли на Руси правую руку, как оказалось. Потом это ассоциировалось с Богом, правая рука Бога. Ну, что-то такое прочитал. Погуглите сами потом. Что я должен все рассказывать, что ли, вам правильно? Конечно. Заканчивается на букву А. Предпоследняя буква Ц. Ца. Ца. Я соображаю. Чтобы это было справедливо, потому что действительно слово-то такое-то. Хрен поймешь, что это слово означает действительно правая рука. Подскажу тебе из другого. Так. Русло. Есть это во рту. Классная подсказка Ребус? Идеальная. Я тоже так думаю. Зато все честно. До меня не докопаешься. Я сделал все, что мог. Подсказывать по буквам. Ну, это уже не серьезно. Мы взрослые люди. Разумеется. Антону 34 года. Серьезно? Да. 37. 34. 34. Мне уже 34. Седьмое годы? Да. 34. Не знаю. Не знаешь. То есть все? Все, да. На этом вечеринка закончилась? Думаю, что да. Хотя так не хочется сдаваться, честно говоря. Заканчивается на ца. Во рту там это кусочек есть. Кусочек только один. Ну, это Ребус? Да. То есть типа какая-нибудь. Ну, это так вот. Ведь тееватый Ребус. Зубница какая-нибудь там, я не знаю. Язычница. Что еще? Что еще во рту есть, Жека? Ну, елки-моталки. Не знаю. Сдам с нами. Десница. Десница. Дело в том, что сегодня мы познакомились с Энтони. У Энтони есть такой прикол прикольный. Баня на колесах. Поэтому переходим на мой второй канал и смотрим, какие приколы могут быть в бане, которая на колесах. В ближайшее время на втором канале, который называется Еширяев, мы с Энтони замутим мутный замут с его банькой. Да. Жалко сейчас ее нет. Прикинь. Если бы ты приехал на бане. Следующие вопросы можно будет в бане задавать. Да, следующие вопросы мы можем замутить в бане. Представляете себе. Все, спасибо тебе большое. По зимнему. По зимнему все замутим. Познакомимся? Давайте, задавайте мне вопросы. Какие именно нужные вопросы задавать? Не знаю, я надеялась что-нибудь по поводу власти. Какой власти? Нашей. Что за вопрос задать по поводу власти? Да это вы должны задавать вопросы. Вы мне скажите, я задам вопрос про власть. Ладно, спасибо. Ну подождите, про власти вопросы хотят. У нас вопросы не про власти, у нас про всякие сласти. Кстати, что касается сластей. В этом выпуске рекламка есть. И рекламку эту заказал очень душевный человек. Я больше чем уверен, что он душевный. Почему? Я сейчас скажу почему. Пишет мне Васильев Станислав. Доброго времени суток. Хотелось бы залезть к вам на канал с рекламкой сайта по продаже импортных напитков и сладостей. Сориентируйте, пожалуйста, по бабосам. И спасибо за душевный контент. Сразу видно, свои люди пишут. Люди, которые смотрят душевный контент. Выпуск, который сейчас вы смотрите, я снимал вчера. И только сегодня пришла посылка. Зоха, ну хватит ходить здесь, цокать своими ногами. Итак, по тому сайту, куда вы заскочите в описании, будут самые вкусные и, мне больше всего нравится слово, прикольные напитки и сладости. Кола, пеппер и фанта, к примеру. Но самое интересное. Промокод Джека 50% скидут. 50%! 50%! 50%! На все, что вы захотите при заказе на 3000 рублев. Буду это сушилово, попадалово, раздавать в следующем выпуске. Да, в этом не получилось. Куда мне столько этой газировки? Ну, ребята, я же обоссусь. Все ляхи же залью. Не поминайте лихом. Ах, подлюка. Я этого пеппера маму ел. Кола с корицей, что только не придумают. Пробуем фанту пайнепл. Сигелечек. В описании все есть. 50% скидобой. Буду раздавать следующий выпуск все это дело. Пообщайтесь с нами немножко. На какую тему смотрю? Сначала познакомимся. Да. Я спрошу, как у вас зовут? Петербуржец. Петербуржец. Андрей Евгений Зимбули. Спрошу, чем вы занимаетесь на досуге? Досуга мало. Готовлюсь к занятиям. Преподаватель. Очень интересно. Что же вы преподаете? Не секрет, этику. И что входит в основные понятия этикета? Я не этикет, а этику преподаю. Так, чем отличается этикет от этика? Этикет, как вести себя в гостях, в ресторане, на футбольном стадионе. А этика глубже. О справедливости, порядочности, ответственности, гуманности, подлости, преступности и так далее. Вы преподаете где-то в университете? Да, в Герцину. В Герцину. Давайте-ка мы с вами поучаствуем в нашем шоу в Ютубе. Меня зовут Евгений. Задаю вам сейчас пять вопросов. Если вы на них отвечаете, вы получаете приз. А если нет, то штраф? А если нет, то штраф 700 рублей. Ладно. Хорошо, что не доллар. Все по закону. Ладно, слушай внимательно. Почему дед Мазай утопил Муму? Дед Мазай не утопил Муму, он спасал зайцев. Когда у Одиссея циклоп спросил, как тебя зовут, Одиссей ответил, меня зовут... Ну, наверное, он мог ответить Одиссей, но я не помню. Если честно, как там диалог у них складывался. Врать не буду. Как жаль. Я думал, что вы с легкостью ответите на этот вопрос. Нет. Не помните, да? Ни за что. Ну, тогда я... Все, серьезно, до свидания. Да нет, а я хочу вам подсказать. Я очень люблю подсказывать. Как вам подсказать, только я сейчас не могу сообразить. Ну, у него много приключений было. Не помню я, какие там у него были. Да, это одно из приключений. Ну, я не помню как. У него там и спутники были. Как все произошло? Сейчас я вам напомню, может, вы вспомните. Одиссей со своими пацанами оказался у него в пещере. Циклоп закрыл глыбый выход. Они не могли выйти. Одиссей дал ему немножечко венца. Циклоп его выпил. Одиссей ему в глаз проткнул. А до этого тот спрашивал его, как тебя зовут. А Одиссей сказал, как его зовут. Циклоп начинает орать. Пришли другие вот эти вот циклопы. И спрашивают, что случилось. А он говорит, глаз мне выколол. А у него спрашивают, кто? А он и говорит ему, это имя. И вот благодаря тому, что хитрый Одиссей назвал вот такое имя, Одиссей ничего не было. И он спокойненько переоделся в барашка и со своими поциками убег. Как вот вы думаете, как он мог себя назвать тем, что он не обличил свое... Ну, никто. Мог сказать, никто. Помогла моя подсказка, да? Вы просто сразу же вспомнили, да, это? Ну, я включил сюда. Какой же вопрос будет следующий? Вы знаете, он музыкальный, но... Надо спеть. В лесу родилась елочка. Нет, это должен я был спеть. В лесу родилась елочка, а вы должны были угадать. Но дело в том, что у меня остались такие песни, которые вряд ли вы знаете. Вряд ли. Вы точно не угадаете. Поэтому я не вижу смысла петь. А, хотя, давайте, у меня есть в памяти хорошая песня, которую я спою, да. Не по сценарию. Идем. Не по сценарию. Кто поет? За окошком снегири греют куст рябиновый. Наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимой, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимой, без которой дальше жить просто не могу. Теряюсь, потому что это вряд ли Высоцкий, вряд ли Трошин, вряд ли муж Пугачевой. Нет, не знаю. Серега зовут. Нет, не знаю. Нет, врать не буду. Ну, серьезно. Я Зенит с ССК не перепутаю, американских кандидатов в президенты тоже не перепутаю, а древние греки сказали, многознание уму не научает. Вот я из этого и скажу. И как-то эрудитор для меня никогда не был уважаемым человеком. Кто за всем следит, все помнит. Ой, я согласен, я согласен. Что много знать, это не нужно. Все, отпускаете, ставь, давайте я тогда. Вам нужно бежать, да? Ну, мне занятия надо по интернету проводить будет. Ну, хорошо, спасибо, что нам уделили время. Доброго здоровья Вам и более интересных знающих собеседников. Трофим, это был Трофим. Ну, нет, нет, не знаю. Ну, я, мелодия знакома, а не уследить. Хорошо. А бывает, добавка всегда созвучна, но не очень-то и имена западают. Спасибо Вам большое. До свидания. Хороший мужик, хороший. Здорово. Пойдем в сторонку. Я Вас где-то видел, кстати. Да ты что-то говоришь, а? Может быть, да. А еще капюшончик-то снял, а? Чтобы четенько выглядеть. Да, чтобы видели меня все, конечно. Я к тебе подхожу, ты все от меня отходишь, дистанцию соблюдаешь. Да, коронавирус. Да? Боишься заразиться? Да. А что же без этого, без шлема там, без всего? Ну, вот так. Зачем это надо? Они же не помогают. Да? Ну. А что помогают? По-моему, ничего не помогает. Да и насрать. Согласен. Как зовут? Кирилл. Кирюх. Тебе сколько лет? Ну, 18 есть. Взрослый мужик уже. Что расскажешь? Что вот тут шляешься? Мы стоим, если уже минут 30, хотим заговорить с людьми. Уже окоченели, я уже даже говорить нормально не могу. А люди торопятся? А ты никуда не торопишься? Потому что вы возле метро стоите, надо стоять у кафешек, у баров каких-нибудь. Там люди не торопятся. Вижу, ты соображаешь. А ты что, как говорится, ширайо? Ну, будет, будет. Ну, видите, гуляю, отдыхаю. От чего отдыхаешь? От жизни. Устал уже жить-то, небось? 18 лет все-таки, камон, много. Камон? Да. Камон, ребята. Согласен. Учишься, работаешь? Работаю. Кем? Курьером. А что смеешься-то? Ну, так просто. Веселая работенка? Не. Курьер на лясике ты? Delivery Club, Яндекс там, да? Яндекс, Яндекс. Ну, что там, нормально вам просто платят? Ну, как, как? Ну, так, по мелочи, на самом деле, да. 10 часов ходишь, ну, 500 рублей дадут, ну, нормально. Ты брешь? Как ру? Пятихатка за 10 часов? Да, мне хватает, но поесть. Да ты шутишь? Ну, ладно, давайте говорите, что, вопросы какие-то или что там, я не знаю. Какие вопросы тебе нужны? Да людей. Мы ходим, просто общаемся с людьми. Так это что, интересно, что ли? Какой контент нужен, чтобы тебе было интересно? Я не знаю, думаю, вопросы какие-то задают. Какие вопросы? Любые вообще. Ну, про что вопросы? Я не знаю, вы должны были придумать, наверное. Я все утро думал. Первый вопрос, как тебя зовут? Кирилл уже был. Второй, сколько тебе лет? 18. Третий, кем работаешь? Ну, вот три вопроса, да, все? Ну, типа, да. Нет, так не интересно. Хрен с тобой. Автор пьесы, ревизор. Серьезный вопрос. По литературе, наверное. Следующий вопрос. Это не шутки. Ответишь правильно, на пять вопросов получишь тысячу рублей. Тысячу рублей? Да. Давайте пятьсот. По привычке уже, что ли? Да, по привычке. Ладно, получишь пятьсот рублей за пять вопросов. Автор пьесы, ревизор. Не знаю ответ, давайте дальше. Какого хрена ты не знаешь? Ну, это же школьная программа. Лучше второй вопрос. Второй вопрос не будет, пока не ответишь на первый вопрос. А неправильный ответ не считается, да? Не, не, не. Все, мы с тобой до этого пообщались, познакомились. Сейчас у нас ток-шоу. И are you ready была, сейчас вставка. У нас монтаж, все есть, мы серьезные люди. Ну, понятное дело, конечно, вы в этом разбираетесь. Конечно. Ну, давайте второй вопрос, пропустим первый. На первый я отвечу, как на пятый. Ты на второй жизни не ответишь, если ты не знаешь, кто написал ревизор. А почему литература? А что нужно? Давайте историю. История? Да. История Древней Греции подойдет? Нет, Древней Греции нет. А история чего тебе надо? История России, давайте. История России? Да. Ух ты, какой ты это самый человеческий детеныш. Ладно, банальный вопрос. В каком году Куликовская битва? Куликовская? Ух ты ж. Это вопрос. 812 нет. 1812. Наверное, она. С кем воевали? С кем? С этими. Ну, с кем? Куликовская битва. Ты решил, что это этот век, вот какой девятнадцатый. Ладно, с кем хотя бы воевали, скажи. Вот это я не в курсе. Ну, с татарами. Подсказка тебе уже. Да, с татарами. Давайте дальше, дальше, дальше. Дальше. Дальше мы можем только сказать тебе до свидули. Ну, я же обижусь. Не обижайся. Мы замерзли, понимаешь? Ты наше время теребонькаешь. Тебе нужна пятихатка? Да, мне очень нужна пятихатка. Зачем тебе это? Ну, как, на метро вон. Проезд все-таки подорожал на три рубля. Дима, дашь ему пятихатку? У меня нет. У него нет. А косарь? Косарь, дашь вам? Косаря тоже нет. А как вы так работаете? У меня есть. А, у вас есть. Но я не дам. Почему, вы жадина? Говядина. Соленый огурец. Тем более. Мне очень нужна эта пятихатка. Ну, так ты поучаствуй по-серьезному в нашем шоу. Давайте. Поотвечай на вопрос. Другой вопрос. Неужели вот с этим ревизор тебе тяжело ответить? Кто такой вот этот Хлестаков? Кто это? Кто это написал? Это пьеса. Блин, я вообще не знаю. Этот мужик, он написал также Тарас Бульбу. Тарас Бульбу. Тарас Бульбу. И мне, слава богу, троечник. Мне натягивали тройку. За мои способности вот эти вот всякие разные. А мне не натягивали. Я сказал, не надо меня ничего натягивать. Братиш, давай расставаться, что? Ну, не люблю расставаться. Не хочешь? Ну, за деньги только расставаться. А, ты прямо так вот настаиваешь, чтобы мы тебе дали бабок, да? Да. Нет нас ты на засранец. Все у тебя будет хорошо. Один вопрос. Вот та девушка такая красивая. Если мы сейчас ее с ней им, то общий контент получится. Да. Вы просто такая красивая. Надолго? Пять минут. Может быть, три. Надо отвечать на какие-то вопросы? Для начала просто познакомимся. Я Жека, если что. Варя. Это Димон. Как дела? Отлично. Как лучше, Варя или Варвара? Без разницы, Варя. Че, такая красивая ты сегодня? Я всегда такая. Да? Обалдеть. Извини за нескромный, сколько у тебя годиков? Двадцать. Ты ждешь кого-то? Нет, на работу иду. На работу? И решила просто постоять? Да. Где работаешь? Я педагог. Ты педагог? Да. Я знаю почему. По бальным танцам? По балету. Как думаешь, откуда я понял? По прическе. Это не балетная прическа. Какая балетная прическа? Прическа, балетная, пучок, кичка. Так у тебя же кичка там на голове. Нет, это крабик. А, там крабик. О, а с этой стороны просто было похоже на кичку. Я думала, определились по ровной спине, как обычно. А, еще вот так вот? Да. А ты вот так вот, да, можешь? Сумой, как я могу. А говорят, так тяжело сделать. Нет. Нет? Так. О, вот так вот. Это как называется? Пятая позиция. Пятая позиция, точно. Ты сейчас пойдешь преподавать? Да. У детишек? Да. Давай я тебе задам несколько очень хороших опросов. Давай? Ладно. А, подожди, подожди. О, все. Какой величиной измеряют скорость морских судов? Нет, без понятия. Да? Смотри. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, а любовь, она и есть только то, что кажется. Знаешь эту песню? Нет, не знаю. Знаешь, да? А если взять ниточку и другую ниточку, им можно завязать что? Узелок. Поэтому, какое правильное название, вернее, какой правильный ответ? В чем измеряется скорость судов? Узел. Кстати, за правильный ответ, за пять штук, ты получишь приз. Очень рада. Я боюсь, что я не отвечу ни на один. Не надо так говорить. Какая фамилия была у полководца с повязкой на глазу, одержавшего победу в битве 1812 года? Наполеон. Так. Который одержал победу. А, Суворов. Такой крепенький такой, дяденька. Кудузов. А вот теперь вопрос на внимательность. Хорошо? Ты должна быть очень внимательна. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам, бабушка, оладушек будут они. Русскими и грустными будут они. С костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот. И в венах кровь моя течет, и дедов, и отцов. А река течет. А река течет. Внимание, вопрос. Близкий родственник малины, эжевики и морожки. Надо ягоду какую-то назвать. А при чем тут песня была? Я говорил тебе, вслушай внимательно. Я не знаю, давай еще спой. Ты смотрела фильм «Родные»? Нет. С Буруновым новый фильм. Слушай, я смотрел, я рыдал и смеялся весь фильм. Это песня «Оттуда». И ягода тоже оттуда. Поехали. Да напечет нам, бабушка, оладушек. Будут они русскими и грустными. Будут они с костяникой очень вкусные. Костяника. Костяника? Да. Есть такая ягода? Я не знаю. Тают огни, как светлички. Посмотрите, фильм «Родные». Это знаешь про что фильм? Фильм про русских. Брава, ты русская? Я понял, что я тоже русский после того, как это кино посмотрел. Хорошо, я посмотрел. Прикольный фильм. Осталось два вопроса. Дурные манеры, невоспитанность, поведение, не соответствующее приличному обществу. Это французское слово. Наверное, с 19 века пошло, когда все выламывались и говорили на французском языке. И это слово, оно до сих пор есть в обиходе у нас. Артист поет под фонограмму. И можно выпендриться и сказать это французское слово. И сказать, ну, ребята, в наше время петь под фонограмму – это... Носить эту шляпку с вот этой кофточкой – это... Даже был такой фильм, муви 43, кажется. И что? Вот я тебе подсказала уже конкретно. Муви... Тон. Короче, был пацанчик Кирюха. Мы ему не подсказывали вообще. Такая есть несправедливость в этом шоу. Кому-то я подсказываю. Да, да. Это шоу называется «Вопросы за бабоса». И я один из тех, не побоюсь того слова, мудаков, простите за выражение, которые кому-то подсказывают, а кому-то нет. Все из-за симпатии. Вот ты мне понравилась, тебе я подсказываю. Кирюха мне не очень понравился. Вопрос последний. И мы от тебя отстаем уже наконец-таки, да? Ты уже устала, да, от нас? Нет. Сочувствие, сопереживание, постижение эмоционального состояния другого человека через понимание его внутреннего мира. Ты должна знать. Я помню, что это именно слово я узнал на уроке психологии. И я понял, что я знал всегда это слово, просто особо не знал его значения. Когда ты сопереживаешь другому человеку, понимая, что творится у него внутри, это внутреннее состояние передается тебе, и ты испытываешь к этому человеку... Сочувствие. Э-А-И-Ю. 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 Я не понимаю тебя. Понимаешь, да, но я прям постараюсь тебе люто подсказать, даже произнести невнятно это слово. Можно еще раз вопрос? Своими словами тебе опять рассказываю. Например, сейчас твоей подружке или другу, он что-то переживает, какую-то такую там боль, какую-то не физическую, а моральную. И он переживает, и ты чувствуешь это переживание, и оно передается тебе, даже на физиологическом уровне. И ты ощущаешь к этому человеку... Э-А-И-Ю. Еще раз, ну-ка. Э-А-И-Ю. Не знаю, что это. Симпатия, это когда нам просто симпатичен человек. Я сейчас... Эмпатия, эмпатия, не знаю, как. Эмпатия? Эмпатия. Ну, придумаешь тоже. У меня очень замерзла рука. Будь любезна, подержи вот эту штуковину. Что-нибудь скажи зрителям напоследок. Вот сюда прям. А можно меня вырезать из этого выпуска? Потому что все подумают, что я тупая. Без единственной подсказки сегодня победила в нашем шоу «Вопросы за бабосы». Хотя я тебя сливал, как только мог. Надо было рассказать мне просто заранее вопросы, ответы. Ответы? Да. Ну да, так можно делать. Это я заработала? Да, это был приз. Спасибо. Подписывайтесь. Ты обрадовалась, да? Да. Давай пожелай что-нибудь нашим зрителям. Пожелай. Еще один добрый. Подожди, давай вообще пригласим, кого ты воспитываешь. Это детишки маленькие? Да. Расскажи адрес какой там, куда там надо идти, к тебе идти. Рекламу давай сделаем. Что ж? Школа небеса. Угу. Около Ленфильма находится. Всем, кто хочет танцевать, балет и современный танец, пожалуйста, пригодите. Ты инстаграм скажи. Там в инстаграме у меня все есть, скажи. Пишите мне туда. Мой инстаграм? Ну да, почему нет? Барбара Тима. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Все, покедова. Пока. Ой, я замерз. Ой, я замерз. Ты замерз, да, братан? Ну, чуть-чуть, да. Давай попробуем окучить вон того. Если получится, то получится. Молодой человек. Молодой человек. Нет, давай все-таки согреем руки, потому что просто, я не знаю, у меня отвалятся пальцы. Выключай. Выключай. Мы заканчиваем это видео на этой прекрасной ноте в этой станции метро Горьковская. Хотим пожелать вам хорошего настроения. Типа картинка зависла. Пишите комментарии. Я обожаю. Нет, если честно, Димон, я сейчас признаюсь. Когда я выпускаю видео, и первые сутки я читаю все комментарии. И почти под каждым комментарием, потому что они все классные. Я всегда ставлю вот этот любовный знак. Так, сердечко. И писать всем, сам понимаешь. Но трудно. Трудно. Поэтому можешь поддержать? Конечно, конечно. Я делаю вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Такой значок. Либо поцелуйчики делаю. Я читаю все, а некоторые пишут прям вообще такое. Прям то, что по кайфу. Пишите комментарии. Они, как сказать, как это сказать? Они подбадривают. Подбадривают. Еще помимо того, что вы что-то напишите кайфовое, читаю то, что я обычно какую-то ерунду под конец говорю. Да, типа хуба-буба или еще какой-то херни. Я понимаю, что клево. Чуваки досмотрели видос до конца. Сто процентов. После того, как вы написали что-то очень классное, душевное, напишите слово. Потоскуха. Подходит. Я... Конечно, ладно. Грубовато, да? Грубовато. Хуба-буба, вот это круто. Мне кажется, на хуба-буба оставить, чтобы... Так и была же хуба-буба. А ты каждый раз новый говоришь? Ну да, как-то. Негоже постоянно повторять. Ну да, потоскуха. Потоскуха. А почему нет? А знаешь, почему я сказал потоскуха? Я сейчас читаю Анну Каренину. А-а-а. Я признаюсь, я не читал ее никогда. Я не читал. Потоскуха. Есть какая-то там информация, которую вам хотелось бы узнать. Например, что за музон играл, что была за отбивка, инстаграм Димона, как найти доктора Пеппер, который спонсор нашей программы. Все в описании, все есть эти приколюхи. Все, что вам непонятно, все там будет в описании. Yes. До свидания. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok